Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня в телеграм-канале Ксении Собчак появилась довольно интересная публикация. Вот что она пишет. Гончаренко никак не угомонится. Напоминаю про ответ по фактам на все его вранье. Началось все с того, что опубликовали новость, что группа политиков ЕС, США и сопредельного государства призывает ввести персональные санкции против Собчака и еще ряда лиц за поддержку операции. И вот Собчак отвечает на это. Казалось бы, что она должна ответить? Она должна сказать, что я живу в России, поддерживаю Россию, поддерживаю операцию. И, соответственно, что поделать? Но введут санкции, значит, введут. Послушайте, что она пишет. Казалось бы, что общего у Абрамовича, Гаджиева и Собчак? Всем и кликбейт для ищущих пиара всех мастей. То есть она, бывшая выпускница Дома-2, как ее Соловьев вчера назвал, позором гемо, примазывается к таким людям, как бы, понимаете, она великий вершитель, или я не знаю, кто там, функционер сейчас. Хотя мы все понимаем, тыс, и где ее место. Значит, что дальше? Я уже предлагала господину Гончаренко ответить по фактам на мои вопросы. И вопроса два. Первый. Привести хоть одну цитату, пишет Собчак, из которой следует, что я поддерживаю операцию. Второе. Привести хоть одну цитату, из которой следует, что якобы я называла всех жителей сопредельного государства нацистами. Ну, то есть первое, понимаете, да? То есть она понимает, что нет ни одной цитаты, где бы она поддерживала операцию. Молчащий, но зарабатывающий в России, что называется. Но доказательств этого нет, пишет она дальше. А вот опровержение найти не составит труда в соцсетях и интервью. Иными словами, она не пишет громких слов, я не поддерживаю операцию, зная, что это разойдется. С другой стороны, приведите хоть одну цитату, из которой следует, что я поддерживаю операцию. И дальше пишет. Этого нет. А вот опровержение найти не составит труда в соцсетях и интервью. Какого опровержения? Потому что она не поддерживает. Причем отвечает она на чувствительную для нее тему золотого тельца, что введут персональные санкции. А почему, друзья? Потому что они все ломанулись. Куда? За рубеж. Почему? Понятно. Недвижимость. Значит, она же в интервью с Пенкиным сказала, что такое иметь два паспорта. Жить там, а зарабатывать здесь. Пенкин сказал, для меня это непорядочно. Я просто из той эпохи. Великолепный, замечательнейший Пенкин. Отвечает ей, знаете, вот как просто обычный человек, который не понимает, как так можно. А для нее ничего такого там нет. И вы понимаете, вот что она пишет, заканчивая свой пост. Я понимаю, что вы пытаетесь заработать на моей фамилии социальный капитал. И внося в очередной список, раздуваетесь от важности. Но поймите, ваша важность лопнет так же, как и надулась. Занялись бы делом. Ну, не знаю, кто тут лопнет. Я хочу что сказать. Я хочу сказать, что в открытую человек заявляет, что он не поддерживает операцию. Публичный человек. Ничего. Абсолютно. То есть человек явно высказывается против. И работает не где-нибудь, не в театре. Понимаете? Не поет там где-то. А, значит, работает в медийном пространстве. Имея огромные медийные ресурсы, влияя на общество. Ничего ему абсолютно. Еще раз скажу, как с Киркоровым. Когда люди будут видеть, что кому-то закон ровнее, это явно не способствует, как мне кажется, трансформации всех сфер общественной жизни, которая сейчас происходит. У людей запрос на справедливость. И насчет Собчак. Ой, как уже давно люди ждут, когда она восторжествует. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал. Он тоже называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.